Итоги недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Начнем с темы по-прежнему самой актуальной. На этой неделе стало известно, что 85 многодетных отцов, которых мобилизовали из Алтайского края, должны вернуть домой. При этом у мужчин есть право выбора. Они все же могут отправиться в зону спецоперации, если, конечно, пожелают. Такие случаи тоже есть. 28 октября по решению губернатора и военкома края в регионе прошло заседание призывной комиссии по мобилизации, итогом которого стала отмена принятых ранее решения о призыве многодетных отцов на военную службу по мобилизации. Речь идет о мужчинах, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Важно здесь, наверное, уходить от различных возможных перекосов, когда там есть попытки оформить пекунство на полгода, там, ну вот на такие форматы, наверное, это нечестно с точки зрения демографии такой. Шутку, конечно, да, то есть гротеск, но важный шаг, когда, ну, вот это событие, да, что называется, воссоединило семьи, так скажем. Действительно, после объявления частичной мобилизации в крае стали чаще признавать детей. Об этом говорит официальная статистика. С 21 сентября по 7 октября в регионе зафиксированы 444 акта об установлении отцовства. В аналогичном периоде прошлого года 176 актов. Причем мужчины побежали искать не только своих внебрачных детей, но и пытаются усыновить своих племянников, например. Но что касается реально многодетных отцов, нам известно как минимум об одном, кого уже ждут домой. Это муж жительницы Барнаула Анастасии Князевой. Решение о призыве ее мужа отменено. Ну а те алтайские мобилизованные, кто по-прежнему проходит подготовку, пока не знают, когда их направят в зону спецоперации. Как сообщает портал Толк, официальной информации нет. Но со слов одного из мобилизованных ходит слух, что с ними должны определиться в срок до 1 декабря. Между тем, в российских школах хотят вести уроки начальной военной подготовки. Те, кто учился во времена Советского Союза, помнят, что на таких уроках школьники оттачивали строевой шаг, учились собирать и разбирать автомат, бросать гранату. Вести НВП для учащихся, по словам министра образования России Сергея Кравцова, планируют уже со следующего года. А мы узнали у барнаульцев, поддерживают ли они подобную идею, из какого класса, по их мнению, лучше всего вводить начальную военную подготовку. Стоит ли это делать, к примеру, в начальной школе? А сейчас, когда столкнулись уже с ситуацией в нынешнее время, и растерялись, и подзабыли кто-то, я думаю, что это актуально. Рано, мне кажется. Рано? Да. А в каком возрасте лучше всего делать и в каких классах? Ну, восьмой, девятый, десятый. Вот это. А стоит ли вообще подобное вводить в школах детям? Ну да. Почему это важно? Ну, чтобы их маленько хотели подготовить, чтобы они уже знали все это. Я считаю, что это бред полный. Почему? Ну, во-первых, начальные классы. Давайте лучше будем учить детей тому, что конфликты можно решать мирным путем, а не военным. К слову, НВП планируют вводить только для школьников старших классов 10 и 11. В Барнаульской школе 53 в этом плане повезло. Новый предмет не поставит руководство учреждения врасплох. На протяжении многих лет в школе набирают правоохранительные классы, поэтому там уже первоклассники носят погоны и знают, что такое строевой шаг. Моя коллега Ирина Корчагина пообщалась с директором школы Юлией Галкиной. Юлия Геннадьевна, как Вы считаете, действительно ли всем школьникам, девочкам в том числе, понадобятся навыки разбирать и собирать оружие, ходить строевым шагом, метать гранаты? Эта практика не нова. В школах Советского Союза преподавался для старшеклассников предмет начальной военной подготовки. Но данное предложение Министерства просвещения сейчас проходит стадию активного обсуждения. Я вижу в этом только положительные моменты. Почему? Потому что абсолютно убеждена, что человек в возрасте совершеннолетия, когда он выходит за пределы образовательного учреждения, нет ничего плохого, если он будет иметь навыки оказания первой медицинской помощи, если будет он иметь навыки выживания в экстремальной ситуации, какие-то навыки огневой подготовки, строевая подготовка, она вообще в принципе человека дисциплинирует. Поэтому это скорее плюс введения данного предмета. При этом не нужно подменять понятие, что мы будем готовить школьников к нападению какому-то. Но умение себя защитить, умение взрастить себе такое понимание, как честь и достоинство, я считаю, что введение данного предмета – это только положительно. Для вашей школы уроки начальной военной подготовки не будут чем-то таким новым, потому что у вас существуют правоохранительные классы. Вот в этих правоохранительных классах чему обучаются дети? Понятно, что с 1 по 4 класс – это больше такая игровая деятельность. Хотя вот строевая подготовка у них тоже ведется, и там все достаточно по-взрослому, строго и сложно. Но тем не менее, вот помимо строевой подготовки, все остальное для детей – это вот такая вот хорошая жизненная, но все-таки игра. А вот уже с 5 по 11 класс здесь уже действительно отрабатываются определенные навыки и ведут наши инструкторы эти занятия. Кстати, я получаю только очень такой положительный отклик и со стороны родительской общественности. Плюсом, конечно, нам немного полегче, потому что у нас есть инструкторы, которые на сегодняшний день обучают детей всем вот этим навыкам начальной военной подготовки. Понадобятся ли в будущем дополнительные кадры? В советской школе начальную военную подготовку преподавали либо военнослужащие, которые находились в отставке, либо в педагогическом университете была кафедра, которая выпускала учителей начальной военной подготовки. На сегодняшний день данных кафедр не существует, поэтому вот вопрос именно кадровый, он все-таки на повестке будет стоять. Можно сказать, что в этом вопросе нашей школе, возможно, будет чуть-чуть полегче. Во-первых, решен кадровый вопрос, во-вторых, материально-техническая база подготовлена. Если уроки начальной военной подготовки будут введены в школах с 1 сентября 2023 года, вот есть ли сейчас уже понимание, сколько часов будет проходить такой урок в неделю, с какого возраста, то есть с какого класса школьники будут обучаться таким навыкам? Прорабатывается вопрос, да, и он еще активно обсуждается, поэтому, но в принципе, еще стадия подготовки учебной программы, на это тоже должно быть определиться время, и уже затем школы будут готовиться, чтобы к 1 сентября действительно ввести начальную военную подготовку. Но я думаю, что 10-11 класс – это вполне нормальное решение, вот чтобы этот курс был все-таки введен в учебную программу. А вот когда вы учились в школе, наверняка у вас же были уроки начальной военной подготовки, вот те навыки, те знания, которые вы тогда получили на уроках, они вам потом пригодились в жизни? Элементарно знание, как выжить в экстремальных ситуациях, как себя защитить, как оказать первую помощь не только попавшему в беду человеку, но и самой себе, поэтому, но, безусловно, это было не зря. У нас в школе обучался учащийся, который показывал низкие образовательные результаты, в связи с этим у него в любом случае выработался вот такой комплекс психологический, что нет такой у него возможности быть как-то с ребятами на равных. И вы знаете, он так увлекся и борьбой, то есть это вот защита себя, самооборона по-другому, и строевой подготовкой, и вот как раз работа в тренажерном зале, что это сподвигло его, в принципе, наладить и взаимоотношения с учителями, и с одноклассниками, соответственно, и даже повысить собственные образовательные результаты, поэтому он очень спокойно закончил у нас основную школу, поступил в колледж. Я всегда своим коллегам говорю, что если мы нашли подход хотя бы к одному, соответственно, мы уже сделали большое, доброе, педагогическое, профессиональное дело. На этой неделе барнаульский священник провел молебен об одержимых компьютерной страстью. Богослужение прошло в Покровском соборе. Отмечается, что с подобной просьбой к церковнослужителю обратились родители детей, которые, по словам взрослых, страдают зависимостью от видеоигр и гаджетов. К слову, медицина уже признает это явление серьезным заболеванием, наравне с алкоголизмом и наркоманией. Анар Шагирова продолжит тему. Помолиться за исцеление тех, кто не может оторвать себя от видеоигр. Прихожане, как говорит отец Александр, сами называют это увлечение болезнью и не раз обращались к нему с просьбой помочь избавить от подобной зависимости. Я не психиатр, и не психотерапевт, и не психолог. Я священник. И как священник я могу помолиться, попросить Бога о том, что он помог родителям, помог детям избавиться от этого. Ну и посоветовать совершать родителям добрые дела. Как там говорят, бумеранг, да, что посеешь, что и пожнешь. Закон сеяния и жатвы. Вот человек помогает кому-то, и ему будет помощь. Жительница Барнаула Анастасия, например, пришла молиться за своих племянников, которых, впрочем, еще не поглотили компьютерные игры. Но защитить от общественного недуга, заверяет, не помешало бы. Ну они еще совсем маленькие, 7 лет, скажем так, вот уже период и 4 года. Ну в любом случае, очень много в окружении ребятишек, которые копируют родители, уделяют очень много времени в телефоне и в компьютере, а потом они становятся взрослыми людьми. С точки зрения религии, говорит священник, видеоигры и увлеченность гаджетами можно назвать страстью и даже идолопоклонством. Медицина же шагнула дальше. С этого года зависимость от видеоигр официально входит в новую классификацию болезней ВОЗ наравне с алкоголизмом и наркоманией. Особенно опасны игры для неокрепшей психики подростка. Так среднестатистический школьник проводит у монитора до 6 часов в день. В компьютерной игре он реализуется, он победитель. Он играет так, что он достигает того, чего он хочет достичь. И в чем опасность вообще компьютерной игры? В том, что подросток, ребенок с неокрепшей психикой, он каким-то образом расслабляется. Это вид расслабления. Он получает эмоцию, ту, которую он не может получить в реальной жизни. Испотав в юном возрасте удовольствие от победы в видеоигре, в будущем люди могут увлечься азартными и даже перейти на алкоголь, отмечают психотерапевты. А иногда, казалось бы, безобидная стрелялка в сети приводит к более серьезным последствиям. Есть такие случаи, когда девочка, которая была в компьютерной игре, вот именно играла в войну, да, они не могут отличить убийство виртуальное от убийства реального. И она убила свою подругу. То есть это реально существующий факт в средней полосе России. Сегодня зависимых от видеоигр детей, да и взрослых, даже лечат. В Барнауле этим занимается краевой наркодиспансер. Врачи используют самые разные программы и оборудование. Одно из них – сенсориум. В совокупности, конечно, с психологическим вмешательством. Пребывание в таком кресле и аудиовизуальная стимуляция успокаивает пациента. Человек погружается в комфортное для себя состояние. И по окончании сеанса у него возникает состояние хорошее, комфортное для него. И сразу вопрос – а зачем же мне продолжать употребление? А вот полностью отгораживать ребенка от телефона или компьютера врачи не рекомендуют. Разве что ограничить время его видеоигр. Например, заменить их совместными развлечениями и прогулками на свежем воздухе. И, возможно, тогда не придется идти за помощью к священнослужителям. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. В среду в Барнаул пришла зима. Ночью на дорогах подморозило. И с утра город стоял в пробках. Правда, как нам стало известно, в этот день на дорогах работали 40 единиц техники. Прометали и обрабатывали дорожное покрытие, а также тротуары специальными противоскользящими реагентами. Валентина Аскерова прокатилась в кабине машиниста и своими глазами увидела, как дорожники предотвращают гололед. Ну, настрой-то у нас, как всегда, боевой. Какая зима будет, время покажет. Но я думаю, что, наверное, в этом году тоже, наверное, снежное будет. Утро у машиниста Константина Артеменко выдалось снежным. Мужчина колесит по транспортным артериям города и обрабатывает дороги песчано-соляной смесью от наледи. Снега выпало хоть и немного, но если не обработать, ледяная корка образуется. За рулем тяжелой техники Константин 8 лет. За это время, рассказывает, было всякое. За прошлый год, по-моему, это был тяжелая зима была. Прям снега очень было много. Тяжело, конечно, было, что не успевали мы. Только избавимся, хотя бы маленько от него. Он опять навалит. Тяжеловато, но, тем не менее, справлялись. Сегодня в рейс посыпать улицы антискользящим реагентом вышли десятки машин. Вобильные снегопады, спецтехники в разы больше. Всего распоряжение автодорстроя 248 машин. Если потребуется, к уборке дорог привлекут резерв еще 28 единиц. В текущем году произошло небольшое обновление подвижного состава. Мы получили 16 единиц снегоуборочной техники. Вся техника сейчас готова. Переоборудование прошло. Износ у нас в связи с поступлением новой техники сократился с 89 до 86%. Да, техника старая, но вся она в хорошем состоянии. Запас противоскользящих реагентов достаточный. В этом году подготовили 46 тысяч тонн песчано-соляной смеси для обработки проезжей части. 100 тонн бионорда для обработки тротуаров. В прошлом году последнего, а многие о нем даже не слышали, было в 10 раз меньше. Всего 10 тонн. Этот материал чем хорош? Он достаточно активно убирает гололед. Не оказывает неблагоприятного воздействия на окружающую среду. И ингибитор, который антикоррозийный, нейтрализует действие, его негативное воздействие на металлы, на машины, на обувь. В этом году комитет по дорогам пересмотрел и схему уборки улиц. Причина перекрытия моста на новом рынке. Дополнительные силы на расчистку и обработку будут брошены на пешеходный обход путепровода, а также на участки, предназначенные для объезда моста. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Кстати, на этой неделе в СМИ появилась информация, что уже в начале декабря столбики термометра в крае опустятся до минус 37 градусов. С вопросом, стоит ли доверять долгосрочным прогнозам и какой будет предстоящая зима, мы обратились в Краевой гидрометцентр и пообщались с его руководителем Дмитрием Савиным. По предварительному прогнозу на зиму, если мы говорим о зиме, она в пределах климатической нормы у нас будет. И что касается температуры и осадков, ну, единственное, в марте там по юго-восточным районам края у нас небольшое превышение осадков. А если про морозы, норма для нас это минус 35, минус 40? Если говорить о средней температуре нормы за зимний период, это ноябрь по март, то она по Алтайскому краю составляет минус 12, минус 16 градусов. Тут берутся усредненные значения, то есть с ноября по март. То есть когда в ноябре еще не так холодно, в марте уже потепление, то есть высчитывается средняя температура декабрь, инварь, февраль, вот эти зимние уже месяца. И вот такие цифры получаются. То есть по этим данным грядущая зима будет, ну, довольно-таки комфортной? Ну, в пределах нормы климатической, скажем так. Допустим, весь декабрь, к примеру, был теплый-теплый-теплый, потом 5 дней там минус 50, а средняя-то будет небольшая по факту. А вот эти сильные морозы-то они нас коснутся в любом случае. Оправдываемость, допустим, прогноза на месяц составляет от 58 до 75 процентов. Если говорить о краткосрочных, то это порядка 95 процентов. А краткосрочные это три дня, да? Три дня, три дня, да. В любом случае готовиться надо, как бы погода, она такая капризная, прогнозы, есть прогнозы, но в любой момент может какой-нибудь катаклизм произойти, метели, снега, снегопады сильные. Даже что касается штормовых предупреждений из года в год, примерно вот одна цифра, более, ну плюс-минус, да, там 30-35 штормовых предупреждений. То есть просто именно виды вот этих предупреждений меняются, то есть из года в год. То есть волнообразно, скажем, у нас погода из года в год происходит. То есть холод один год, следующий год тепло и снежно и так далее. Жители десятка барнаульских поселков объединяются, чтобы сделать медицину на их территории доступной. Городская больница номер 10 и подведомственные ей учреждения с той самой доступностью не справляются, говорят люди. Очередь к врачам растягивается на недели и даже месяцы. А сами участники противостояния выходят уже на личный уровень. Подробности далее. Разница в неделю между диагнозом для ее отца и забором крови Елизавету поражает. Когда ей нужен был срочный прием кинеколога, ограничащий жизнью, в своей 10-й горбольнице ей предложили прийти через 2,5 недели. Взять кардиограмму или подавлению – это невозможно. 2,5 недели прождать, когда у тебя обострение гастрит или давление, уже не будешь, пойдешь к платному. Девятый месяц уже ждет гастринтерологу, а подагра воспалилась, она уже третий месяц ждет к этому ревматологу. Уже месяц жители барнаульских поселков объединяются, чтобы отстаивать свое право на доступную медицину. Мне обратились жители поселков Южный и Центральный, Вяжный, чтобы нам сообщать и проблему решить. Мы начали решать петиции. К 10-й горбольнице приписан десяток поселков. Это 40 тысяч человек. Огромная нагрузка для врачей и недельные очереди для пациентов. Сейчас петиция жителей удалена, но тот, кого в ней просили отстранить от должности, главврач учреждения Павел Полников уверен, что причины противостояния личные. Наверное, кому-то когда-то я не угодил. Сообщает, укомплектованность с кадрами в норме. Средних медработников 76%, столько же врачей. В каждом поселке есть амбулатория или ФАП. Фельдшер пункта в Ягодном вернулась на рабочее место. Ранее в СМИ писали, что из-за нехватки кадров ее перебросили в больницу Южного, оставив без первичной помощи целый поселок. Главврач рассказывает, что только сегодня провел два собеседования. Вышел эндокринолог, второй хирург стажируется, добавляет врачей, не хватает везде. А массовые увольнения вовсе и не увольнения. Если какая-то ситуация возникает с недокомплектом, это в основном сегодня связано с тем, что люди уходят на перерасчет пенсии и временно в течение месяца отсутствуют. Если в том году было еще пять врачей-педиатров, то в этом году три, и уже они говорят, что мы уйдем. Мы не справляемся с таким потоком. Ни в коем случае не говорю, что врачи какие-то плохие. Просто до такой степени система здесь образовалась не очень хорошая, ну как бы климат, что врачи уходят. Не сложно, а охрененно сложно. Представитель возмущенных жителей Максим Ломакин даже был на приеме в Минздраве, но в ответ услышал, что люди, цитата, «во всех проблемах виноваты сами». Жители намерены и дальше бороться за доступность медпомощи. Анастасия Дороган, Александр Антропов, День с толком. Сразу после выхода этого сюжета в эфир, в комментариях горожане писали, что похожая ситуация, а именно нехватка терапевтов и узких специалистов наблюдается во многих городских поликлиниках. И проблему надо решать. А этот вопрос уже находится на рассмотрении. Речь об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. С таким запросом барнаульские пассажироперевозчики обратились в городскую администрацию. По их словам, цена поездки сегодня должна составлять как минимум 50 рублей. Однако пока горожане платят 28, и это едва позволяет транспортным компаниям держаться на плаву. Поэтому тариф должен расти, уверяют сами перевозчики. Насколько дороже может стать билет, почему горожане не согласны. В материале Анны Рашагировой. Едва барнаульцы привыкли к предыдущему повышению стоимости проезда в городском транспорте, а это было в декабре прошлого года, как перевозчики снова заявили, тариф нужно повышать. Мол, нынешние 28 рублей за билет – цифра даже не вчерашнего дня. К сравнению, уже почти 10 лет назад, говорит один из перевозчиков, оптимальной стоимостью проезда было 37 рублей. Ситуацию с ценами, уверяют, нужно решать своевременно. Ситуация такая, она все время приводит к тому, что мы немножко всегда набираем долги, потом выходим на то, чтобы на администрацию с просьбой увеличить тариф, потом нам его увеличивают, естественно, не сразу, а попозже чуть-чуть. И мы только потом начинаем свои долги снова отрабатывать. Сегодня, рассказывают перевозчики, подорожало практически все – от дизельного топлива до запасных деталей. Стоимость автомобильных шин выросла на 60%. Из 75 автобусов на ходу осталось чуть больше 50, говорят, в одной из транспортных компаний. А повышать зарплату водителям и кондукторам тоже не из чего. Оттого и острый дефицит кадров. Мало кто хочет работать по 12 часов за 30 тысяч рублей в месяц. Пересмотр тарифа неизбежен. Иначе возить тех же пассажиров будет просто некому. Если вот брать, как мы рассчитываем, как должно быть, чтобы мы могли обновлять подвижной состав, выплачивать достойную заработную плату, иметь нормальный ремонтный фонд, ну, то есть вести полноценную хозяйственную деятельность, если вот так вот грубо говоря, то тариф должен быть в районе 50-55 рублей. Правда, к такой стоимости проезда горожане еще не готовы, понимают и сами перевозчики. Поэтому отправили запрос в администрацию с просьбой увеличить тариф хотя бы до 32 рублей. Так считают руководители транспортных компаний, предприятия смогут удержаться на плаву. Как вы думаете, как горожане отреагируют на повышение цены на те же 4 рубля? Я думаю, что они должны объективно рассматривать эту ситуацию в нынешних экономических условиях. На сегодняшний день инфляция в стране и в регионе практически достигла 12%. Я считаю, что это нормальная практика повышения тарифов не только в нашей сфере, но и во всех остальных сферах. Впрочем, мы и сами поинтересовались у горожан, как они относятся к возможному удорожанию стоимости проезда. Мнения неоднозначные. Мне это кажется просто беспредел. Кошмарный городской транспорт. Еще и деньги за это платить. Я не знаю, мне вот прям стыдно за город. Я этим не болею, мне хоть все равно нормально. Я с другого города и, на мой взгляд, в Барнауле еще уместные цены, которые не сильно отражаются на моем бюджете по сравнению с тем же Новосибирском. А в Новосибирске сколько стоит проезд? Проезд по городу стоит от 50 рублей. Со здешними 28-30. Что-то такое я платила. Мне комфортно. Сейчас 28 рублей. Это для некоторых студентов уже достаточно проблематично. А 50 рублей, мне кажется, это было бы уже очень сложно. Как стало известно, сейчас в профильном комитете города рассматривают документы, которые предоставили перевозчики и проводят расчеты. Вопрос о цене на проезд в общественном транспорте рассмотрят на Координационном совете по ценообразованию. Однако свалить все проблемы отрасли на пассажиров, говорят перевозчики, было бы неправильно. Посильную помощь могли бы оказать и городские власти. Как вариант, доплачивать транспортным компаниям большую разницу за льготников. Допустим, для школьников она из малообеспеченных семей, если я не ошибаюсь, вообще там 7 рублей получается. Но до 24 рублей доплачивает бюджет города. По нашему мнению, доплачивать, ну нам нужно возмещать полные наши выпадающие доходы, то есть до 28 рублей. Еще одним решением проблемы могло бы стать появление муниципального предприятия или так называемых брутоконтрактов, когда администрация гарантирует перевозчикам фиксированную оплату работы из бюджета, независимо от пассажиропотока. А деньги за проезд возвращаются к городу. Впрочем, работа по этому направлению, как ранее заявляли в мэрии, ведется. А вот вопрос о стоимости проезда пока остается открытым. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульская семья не может добиться наказания для мужчины, который избил их собаку. Мопс от страха выбежал на дорогу и попал под машину. Кроме того, зачинщик драки нанес телесные повреждения хозяину собаки. Подробности ужасной истории, из-за которой погиб член семьи. Далее. На этом пешеходном переходе собачонка бежала оттуда. И на середине Ниссан Кашка ее сбил, не остановился и поехал. А потом, когда в милиции, он сказал, ну сбил и сбил. Ну беда какая, что теперь за собаке колодки рвать. Это было роковое утро для собаки Рады. В середине сентября Владимир пошел в магазин за хлебом и конфетами со своим хвостатым товарищем. Мопс, как всегда, спокойно ждал мужчину внутри супермаркета. Одного покупателя это разозлило. Стал двигаться к двери со словами, что у нас теперь с собаками вроде как можем. Потом стал пинать собаку и избивать покупателя, пожилого человека. Кто-то выходил и собака выскочила. У нас тут потасовка произошла, он потом меня вытащил на улицу. Ну а мы кинулись эту собаку искать. Ну мы думали, где-то собака между машинами. На самом деле в этот момент Рада уже была мертва. От удара собака погибла мгновенно. Это разбило сердце всем членам семьи. Мопс прожил с ними 8 лет. Собаку любил весь район. К водителю у семьи нет претензий. Чего не скажешь про зачинщика драки в магазине. Помимо того, что он пинал Мопса, он также нанес телесные повреждения хозяину собаки. Но в прокуратуре посчитали, что во всей этой ситуации нет состава преступления. Ну сгони ты зло на мне. Ну при чем собака-то? При чем собака? Мы не спать, не есть. Вот слезы и слезы и слезы и слезы. Рада, я тебе сфотографирую. Да. Раду похоронили на собачьем кладбище в Барнауле. А сегодня в доме появился лучик света, 4-х месячный мопс Ника. Ее подарили убитой горем семье жители района. Но обида за нелепую смерть старого друга не покидает Владимира. Семья будет подавать в суд на человека, который разве что и может, как избивать собак и пенсионеров. Ну жалко, жалко. Как вот кусок сердца оторвали. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. И еще одна новость, мимо которой пройти просто невозможно. Спустя 7 месяцев у спортивного ведомства Алтайского края появился министр. Документ о назначении подписал губернатор Виктор Томенко. Новым министром стал Максим Рябцев. При старом руководстве он занимал должность заместителя, а после отставки Алексея Перфильева, по сути, руководил ведомством продолжительное время. Немного информации о новом руководителе спортсменов и спортивных команд края. Рябцев пришел работать в Министерство спорта в 2019-м из Федерации хоккея региона. До отставки Алексея Перфильева курировал работу спортивных федераций региона. В свое время министр получил юридическое образование в классическом университете, но и со спортом он на «ты». Имеет спортивные разряды кандидата в мастера спорта в служебно-прикладных видах. Напомним, кресло министра пустовало долго – 7 месяцев. Эксперты говорят, что в нашем регионе всегда долго думают, прежде чем назначить руководителя. Например, глава Минэкономразвития Анатолий Нагорнов в два года находился в должности ИО, а Светлана Говорухина стала министром образования только через год. Мы уже в третий раз видим назначение того, кто исполнял обязанности. И спустя, на данный момент всего-навсего 7 месяцев, он же был назначен министром. При том, что ему с корабля на бал, то что называется, мы видим бюджет Алтайского края на следующий год. И как раз на спорт огромное падение, просто потому, что не было человека, который бы занимался этим вопросом. Рябцев – это тот, кто вроде как бы и работал на месте зама, часть вопросов курировал, понимал, и вроде как бы сможет перехватить. И сейчас будем смотреть, насколько быстро он сможет исправить ситуацию. Все-таки финансовый документ будет приниматься уже через две недели, и пролоббировать интересы спортивной отрасли, и что-то сделать, чтобы следующий год в нормальном функционировании шло, достаточно сложно будет. Томенко-стайл, мы про это начали говорить с его еще избирательной кампанией, и вот после того, как он официально уже стал губернатором. И да, он всегда каждый вопрос очень долго обдумывает и затягивает. Это вот действительно его некий стиль управления. Вот здесь есть поговорка «семь раз отмерь один отре», что Томенко 15 раз отмеряет, прежде чем один раз отрезать. И вот это вот, и на самом деле это стиль Томенко. Нам хотелось услышать мнение относительно нового назначения от руководителей спортивных федераций, края, но они предпочли на этот счет промолчать. А у меня на сегодня все новости. Если вы готовы поделиться с нами интересной и актуальной темой, звоните. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». Добра и мира всем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok